Медиагруппа Авангард представляет Да, справедливо замечено, что изначально наша деятельность была сосредоточена в области интеграции как IT, так и ИБ-решений И в этой области наша команда работает уже более 20 лет Само по себе направление сервиса и направление разработки Они появились исключительно благодаря требованиям, скажем так, времени и запросов от наших клиентов, наших партнеров с кем выстроились уже долговременные партнерские отношения Здесь со временем и с требованиями регуляторов появились такие особенности, например, к формированию продуктов в частности нашей платформы ERP по обязательному происхождению в Российской Федерации Продуктов практически мы не нашли которые отвечали требованиям как заказчиков, так и регуляторов Поэтому для себя мы выбрали это направление как одно из приоритетных и параллельно развивалась тема, опять-таки, по запросам наших местных заказчиков в части мониторинга и обеспечения сервисов кибербезопасности В процессе ERP-платформа стала, наверное, одним из основных инструментов СОКО благодаря которому мы проводим инвентаризацию храним всю информацию о инфраструктуре заказчиков и которая помогает принять нам решение о реагировании не только принять решение, но и обеспечить взаимодействие как некий сервис-деск, обеспечить сквозные плейбуки вместе с заказчиком Вот так вместе мы развиваемся на протяжении уже более пяти лет Очень интересно Ну и в продолжении темы Расскажите, что, на ваш взгляд, по вашему опыту сейчас наиболее востребовано заказчиками какие продукты, может быть, какие сервисы что сейчас происходит на рынке в этой области? Среди сервисов я бы выделил, наверное, два направления Первое касается различного класса решений по анализу защищенности то есть очень много вопросов я сейчас говорю со стороны с точки зрения рынка то есть то, что мы фиксируем как вход значит, это решение связанное с пентестами это решение связанное с проведением тестовых фишинговых рассылок предложение провести различные киберучения то есть все, что касается анализа защищенности действительно, люди встречаются уже не понаслышке с киберугрозами пусть не в своей компании, так в соседской поэтому задаются вопросом, насколько мы сегодня реально защищены ну и второе направление, оно связано с, наверное, с переосмыслением того подхода, который был до этого момента в области информационной безопасности потому что решений на сегодняшний день море стоимость их тоже достаточно высокая и понять, что конкретно для тебя станет необходимо конкретно для тебя очень сложно насколько вложенные средства окупятся и перекроют возможность реализации тех бизнес-рисков которые критичны конкретно для твоей компании а не в целом для отрасли или для подобного класса заказчиков поэтому все начинают смотреть внутрь себя и пытаться построить какую-то свою собственную стратегию в области информационной безопасности Ну и, наверное, заключительный вопрос опять же, на что, на ваш взгляд, сейчас наиболее востребовано? Какие-то услуги, задачи для реализации практических задач которые там требует ситуация, может быть, бизнес или до сих пор превалируют требования законодательства которые компании хотят выполнить как минимум формально чтобы у них к ним не было претензий со стороны регуляторов Очень своевременный, наверное, вопрос для меня, как для человека, кто любит работать руками настают, я думаю, и я так вижу, что светлые времена потому что от бумажной безопасности где, как правильно сказали необходимо было перекрыться соответствующей ОРД и показывать бумажки регуляторам люди переходят к обеспечению практической безопасности а это уже на более интересные вопросы которые интересно решать и нам о норме Казахстана Субтитры подогнал «Симон»!